Алма-Ата 12 сентября 1978 года. Эту дату человечество запомнит как день, разделивший историю медицины на до и после. Настолько велико было значение Алма-Атинской декларации, провозгласившей лозунг «Здоровье для всех» в 2000 году. Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи проходила под эгидой Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, делегаты из 146 стран мира, 67 международных организаций, сотни аккредитованных зарубежных журналистов, известные государственные и общественные деятели, среди которых сенатор Эдвард Кеннеди и шахиня Ирана Ашраф Пахлави. И тем более удивительно, что это событие произошло в советском Казахстане, его столице – Алма-Ате. За право провести форум такого уровня боролись несколько городов мира. Советский Союз предложил Ташкент как город с огромным опытом проведения масштабных международных встреч. Но неожиданно для всех победила Алма-Ата, а точнее победили убежденность, упорство и харизма одного из ключевых организаторов конференции в тот период министра здравоохранения Казахской ССР Торигель де Шарманова. Алма-Атеевская декларация остается исторической великой хартией мирового здравоохранения. Именно за здоровье нации, за здоровье человека. Приняла декларацию, обязывающую государство обеспечить право человека на здоровье. Вот это была, между прочим, та борьба, в которой я играл одну из важных ролей. Добился и провели, причем это реализовалось, я счастлив. Сегодня трудно представить, что пришлось пережить Шарманову в те дни. Сначала ему пришлось сломить сопротивление руководства Министерства здравоохранения СССР. Потом убедить первого руководителя республики Динмухамеда Кунаева в том, что лучшее место для проведения международной конференции – Алма-Ата. И не только потому, что это красивый, уютный, современный город. Здесь лучшие в стране санатории, больницы, поликлиники, детские клиники, фельдшерско-акушерские пункты. Словом, все то, что могло продемонстрировать зарубежным коллегам советскую модель здравоохранения. А система оказания первичной медико-санитарной помощи в СССР была на тот период одной из самых передовых. Для Шарманова важно было показать не только парадную сторону советской медицины, но и привлечь внимание к ее проблемам. О них он знал не понаслышке. Турегильды Шарманов прошел все ступени медицинской службы – от сельского врача до министра. В 1958 году, окончив Карагандинский медицинский институт, он вместе с супругой Кульзиой отправился в сельскую глубинку – село Улытау. Здесь, в этих сказочно красивых местах, где все дышит историей, героическим прошлым казахского народа он родился. Здесь он впервые задумался о том, как помочь людям бороться с недугами, как продлить их жизнь. До казахских аулов, разбросанных по степи, удаленных от городов на сотни километров, медицинская помощь не доходила. Многие сельчане не знали, что такое рентген. Отсутствие чистой воды, полноценного питания, суровые условия жизни привели к тому, что среди казахов, живущих в аулах, было много больных туберкулезом, бруцеллезом, цингой и другими социальными болезнями. Особенно много умирало детей до пятилетнего возраста. От воспаления легких умерла младшая сестра Турегильды Шарманова. Эта личная трагедия определила выбор его профессии. Когда супруги Шармановы прибыли в родное село, они увидели, что ничего не изменилось. Та же нехватка врачей, те же болезни и проблемы. Турегильды был назначен главным врачом местного медпункта. Кузия, фтезиатор, рентгенолог. Но фактически Шармановым пришлось стать универсальными специалистами. Сегодня их назвали бы семейными врачами. Они получили бесценный опыт работы педиатра, акушерогинеколога, хирурга, терапевта. Шармановы смогли открыть молочную кухню для детей. Улучшили условия работы медицинского персонала. Я боролся в свое время против таких роста йода депсита. И добился. 100% например это благополучие населения. Это мое счастье. Это первый успех. Избавил от многих болезней казах. Потому что казахи это совсем недопонимали. Поэтому первый большой проект, который завершился победой, улучшением здоровья населения планеты, это был проект, который я проповедовал. Я добивался этого. Это счастье, здоровье. Основа счастья, здоровье. Если я смог в чем-то помочь сделать здоровье населения, помог здоровью, я счастлив. И поэтому мое счастье, что я смог добиться того, чтобы ликвидировать железнодепетитную анемию. Я возглавлял эту компанию. А главное, Турегильды на собственном опыте понял, как важен первичный контакт врача и пациента. То, что называют первичной медико-санитарной помощью. Медицинская помощь должна дойти до каждого, кто в ней нуждается. А еще он усвоил, что болезнь лучше предупредить. Выявить на ранней стадии. Эти принципы позже были озвучены в Алматинской декларации. Алматинская декларация впервые провозгласила право на здоровье каждого человека. Независимо от возраста, уровня достатка, социального положения и места жительства. Оно является его неотъемлемым правом, так же, как и право на жизнь, на свободу. Этот пункт и пытались использовать противники Алматинской конференции, указывая на отсутствие политических свобод в Советском Союзе. Тогда и пришлось Турегильде Шарманову в первый и последний раз поступить со своей совестью. Он дал интервью зарубежному изданию, где заверил мировую общественность, что права человека в Советском Союзе не нарушаются. Это вызвало шквал, нападок на Шарманова и даже угроз. Недоброжелатели предрекли провал Алматинской конференции, а ему самому крах карьеры. Он рисковал, но не отступил. Всемирная конференция в Алмате состоялась. Сбылась мечта ее идейного вдохновителя Халфдана Малера, генерального директора ВОЗ. Именно его идеи легли в основу Алматинской декларации. Он предложил выработать единую стратегию в области охраны здоровья населения, развитых и развивающихся стран мира. Направить усилия и ресурсы медицины на недорогостоящие меры профилактики и предупреждения болезней. Оказать внимание первичной медицинской помощи. Человек ответственен за свое здоровье. И в то же время государство обязано обеспечить ему доступ к медицинской помощи. В Алма-Ате впервые были озвучены пути тесной интеграции систем оказания медицинских услуг в мире. Был утвержден приоритет материнства и детства. Межведомственный подход. Обращалось внимание на развитие национальных систем здравоохранения. Глобальная цель Алма-Атинской декларации – достижение к 21 веку всеми народами мира такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Прошло больше 40 лет. Многие принципы Великой Хартии и мирового здравоохранения стали основой деятельности врачей разных стран мира. Медицина стала другой, ближе к человеку. Жизнь Турегильды Шарманова после 1978 года тоже разделилась на до и после. Успех, победу дерзкого министра не простили. Он был вынужден покинуть пост и уехать в Москву. Спустя несколько лет ему вручили высшую награду в медицине – международную премию ВОЗ имени Леона Бернара. Вернувшись в Казахстан, Шарманов обратился к вопросам продления жизни человека. Создал Казахскую академию питания, где разработаны уникальные продукты из кобыльевого молока. Даже шоколад и питание для космонавтов – по сути, это национальный бренд, который высоко оценили в мире. Шоколад – это, между прочим, всеми любимый продукт всей планеты. Я хотел, чтобы шоколад был казахский. На кобыле в молоке сделал казахский шоколад. И признали этот казахский шоколад. У всех на устах швейцарский шоколад, французский, британский шоколад. А теперь на устах будет казахский шоколад. Казахский шоколад, оно во многом чище, добрее. Почему казахский шоколад? Потому что на кобыле в молоке. Потому что казахский шоколад сделал. Академик Шарманов продолжает реализовывать в жизнь главные принципы Алматинской декларации 1978 года. Понимая, что 21 век принес человеку новые вызовы. Все больше появляется болезней, связанных с неправильным образом жизни. Со стрессами современного технологического мира. Поэтому так важны для людей полноценное питание, чистая вода, своевременная вакцинация, безопасность материнства. Об этом он часто беседует со студентами в Казахском национальном медицинском университете имени Асвиндиарова. Вот уже 90 лет здесь готовят кадры для медицинских учреждений Казахстана. Это те самые врачи, доктора, которые лечат и будут лечить жителей городов и сел его необъятной родины. Мы смертники, мы в один год родились. Оба парня, если можно сказать, родились в 30-м году. Я счастлив, что открыл двери медицины именно в медицинский институт Алматинский. Мы гордимся, я лично горжусь, что именно Казахское медицинское институты начало учиться. И сейчас работаю на развитие этого медицинского института. Турегельды Шарманов – ровесник университета. Ему 90 лет. Всей своей жизнью он доказал верность профессии и знаменитому принципу мировой медицины – здоровье для всех. О возрасте он говорит философски. Годы – это всего лишь опыт жизни, возможность жить мудро, качественно, творчески. Счастье человека, когда сделаешь добро людям. Вот это мой девиз. В свои 90 лет Турегельды Шарманов все так же полон сил, энергии и стремления к новым победам, покорению вершин. Продолжает быть несомненным лидером в сфере здравоохранения. Примером для коллег, наставником для молодых ученых и медиков, который продолжает ежедневно трудиться во благо родного Казахстана. Летят года, сменяются поколения, но по-прежнему в ногу со временем идет он – наш неизгибаемый, непобедимый, легендарный Токе. Субтитры создавал DimaTorzok